В школе нас учили писать под диктовку, но это не имеет никакого отношения к конспектированию лекций. Метод Корнелла наводит порядок в хаотичных студенческих записях и позволяет легко подготовиться к экзаменам. Также этот метод пригодится вам на работе, во время встреч и совещаний. Подготовка. Для начала сделайте разметку на бумаге. Начертите горизонтальную линию в нижней части листа бумаги на расстоянии около 5 см от нижнего края. Начертите вертикальную линию в левой части листа бумаги приблизительно на 6,5 см от левого края страницы. Конспектирование. Приступим к конспектированию. В верхней части страницы отметьте название предмета, дату и тему лекции или материала. Во время прослушивания лекции или чтения текста делайте записи только в правой стороне страницы, каждый раз, когда встречается важная информация. Используйте звездочки для параграфов, краткие формы, сокращения и любые имеющиеся у вас для записи заметок персональные символы, чтобы записывать информацию как можно короче. Из правого раздела выберите основные идеи и ключевые факты и в левой колонке напишите их сокращенные варианты. Также запишите вопросы, которые могут возникнуть на экзамене. Позже они могут быть использованы в качестве инструмента для изучения. Обобщите основные идеи в нижнем разделе страницы. Это поможет прояснить всю записанную информацию. Если вы сумели обобщить страницу заметок, то стоите на правильном пути к усвоению материала. Изучение. Используйте заметки для проверки своих знаний. Закройте рукой или другим лесном бумаге правую сторону страницы. Проверяйте себя, давая ответы на те потенциальные вопросы, которые вы включили в левую колонку. С помощью эффективных заметок, сделанных с применением системы Корнелла, вы сможете учиться успешно с минимальным стрессом. Просто просматривайте ваши заметки на протяжении всего периода учебы. На этом все. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Субтитры создавал DimaTorzok